Девушки отдыхают 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 Ну, я просто увидел, что вышло двадцатое, вышло, блин, двадцатое дело, и решил посмотреть с самого начала. Я понял, что вот она, вот она игра моей мечты. Но, к сожалению, у меня нет рифмы. Просто в ней нет сюжета, я всегда хотел игру, в которой не было бы сюжета, а была бы просто какая-нибудь интересная работа. Ну, поэтому мне первый Assassin's Creed нравится больше, чем второй. Дипломатия плюс один, запугивание плюс один, но это всё равно... Харизма всё равно важнее. Увы и ах. Ну, ладно, если вы, допустим, не проходили обучение, тогда он, конечно, этот плащ очень понадобится. Надень плащ, этого будет достаточно. Что ж, вроде мы как-то неплохо выглядим. А нишка в плаще городской стражи так и вовсе смущает умы. Она же вор. Вот такой вот у нас вор в законе. Так, заданий на городскую стражу у нас будет много. Очень много. Ну, десятка за полтора. Я ручаюсь, наверное. Ну, давайте будем их считать. Нет, не ручаюсь, конечно. Считать мы их будем и посмотрим, сколько будет заданий. Потому что я точно не помню. Некоторые задания я забыл. Они очень интересные бывают. Некоторые... Или просто подали мне ничего-нибудь. Кулак легиона. Точно такой же, да? Наверное, что-то другое. Фу, оглушение. Ух ты! Ух ты! Эльф. Будет ли у нас эльф? У меня пройденец. Вообще круто, посмотрите. Какое дорогое вообще. Секира это, да? Да, вроде секира. Сложности. Вау, 16. Ну, как-то получается, 1,6 что ли? Я не умею считать. Ну, да, где-то 1,6 получается, наверное. Так, модификатор уверен вести к классу защиты. Ну, ладно, это печально, конечно, но... Плюс вообще-то офигенный, конечно. Допор громового зверя. Вау. Вообще-то неплохие у него здесь оружие. Чилипалон, кротона, кротон. Ну, правда, фигня. Это только против орков, полуорков и гоблиноидов. Их у нас будет и так уж много по всей игре. Так, где, собственно, домик Хагена? А, вон он там. Лавка. Лавка, разумеется, а не домик. Да, мы находимся в токах. Как я уже говорил, то всего три квартала. Ну, и в квартал торговцев мы можем попасть уже прямо сейчас. Но нам это пока что не надо. Там свои причуды. Сначала посмотрим. Тут должна быть одна маленькая вещь. Или не совсем вещь. Сейчас узнаем. А, нет, не здесь. Видимо, я что-то попутал. Или, может быть, я после какого-то задания... Ну, потом посмотрим, в любом случае. Время у нас будет. А вот и лавка Хагена. Ладно, зайдём. Окей, и сохранимся. И попробуем дать отпор бандитам, которые, несомненно, сюда заявятся. Ух ты, коробка! Это... Рисса. Это... Риса, это же богиня плодородия у Стивена Кинга. Блин, черт побери. Как много, оказывается, имён уже использовано. Только что Байвенга. Как... Кто написал Байвенга-то? Черпы были. Представь себе, я забыл... А, Вальтер Скотт, конечно. Он говорил, что... Как не хватает имён для романов. Он так гордился тем, что он придумал имя Байвенга, вообще. Я пришёл поговорить с Хагеном. Не с городской стражи. Да. Я хочу с ним поговорить. Ну, пусть он появится сам. А, вот и он. Хаген. Ну, думаю, Хаген много раз использовался в разных книгах. По-моему, в скандинавских легендах какие-то тоже были Хагены. Ну, и, разумеется, у Ника Перумова один из главных персонажей гибели богов. Моим любимым в его романе. Ну, ладно. Да, да. Наконец, почтил нас своим присутствием. Прекращай уже издеваться. Ты, знаешь, очень не похож на 16-летнюю девушку. Скорее, ты похож на ту старушку из Форта Локи, чем на та, которая там была по имени Лизы. Лиза, Лиза, Клёвый плач. Спасибо. А, чаровашка. Так, у нас снова бандита по имени Калеб. Калеб? Угу. Да уж. А, так же... Да, это не твоя личная армия, вообще-то. Угу. Угу. Да, я поговорю с ними, вообще-то. Вали домой, ты не сможешь мне помочь, вообще-то. Тут есть городская стража. Ну, всё, Лиза свалила. Её быстро возьмём в заложники и все дела. Ти-дим! А где же сам Калеб? А Калеб не пришёл, пришли его четверо из Ларца. Одинаковых двое сорокеза. Так, я не позволю себе шантажировать. Ну да, ещё бы. Ха. Что? А, оставь Хаги. Я думал, оставь Калеба в покое. Было бы странно. Нет, иди нафиг. Стоп. Огненный шар! Да, но того не стоит. Вообще, бред. Вот это... Гошмар, конечно, говорится. Четверо бандитов бандит вообще ни о чёмные. Посмотрите. Даже огненный шар почти промазал. Ну, не промазал, но он был не нужен. А теперь давайте посмотрим, что у него в сундуке. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Или его нельзя вскрыть. Ну-ка, давайте посмотрим. Да, его можно вскрыть. Фу, ты фигня какая-то. Хаотичный, злой. Вау. Неожиданно. Да какая разница всякая фигня. На одну очку она роли вообще не влияет. 16 или нет, так. И, в конце концов, я же не стал брать деньги у бандитов, например, или что-нибудь в этом роде. Ладно. Ладно, ладно. Чтобы ещё такого сказать не по теме. Да, больше ничего особенного не по теме. Кроме, возможно, тех самых забот и обязанностей. Но это всё-таки дело весьма личное. Так, что это? Кошка! Так. Да, многие колдуны и волшебники используют их как фемилера. В том числе и я использую паука. А почему не кошку? И почему ты ранен? Может быть, тебя вылечить? Гражданка. Гражданка. Нет? Не хочешь? Ну, знаешь, судя по твоему бороде, к тебе лучше не лезь, наверное. Ладно. Пойдём обратно в здание городской стражи. Какие-то здесь местные колориты меня пугают немного. Зато этот город, который никогда не спит. Потому что его 20 жителей не заскриптованы на сон. Замечательно. До сих пор лежат, что там из него осталось, кажется, стрелы. Стрелы-то на нафиг, у нас никто с луком не ходит. Да и у меня 8 болтов осталось. Бляд! Конечно, поговорю. Я просто, оказывается, может, ему что-нибудь полезное скажешь. О, нет. Увы. Не знаю, сколько заданий я успею сегодня выполнить. Если второе это то, что я думаю, тогда только его. Да. Да. А, нет. Видимо, успеем ещё два задания выполнить. Угу. Да, Калиб. Калиб, который является представителем муар в южных доках. По сильным докам оказался очень тяжёлым. Я позабочусь. А типа для меня это было не тяжёлым, да? Очень свирепый. Сколько час на уровень? Да нафиг с меня хватит. Улучшенный доспех мага. Класс защиты плюс 6. Где класс защиты показывается. Каза. Каза. Это как крысы Ширвиндт просто. Каза. Я, видимо, чё-то не вижу опять. Так, так, так. И основная рука, основная рука. Блин, нифига непонятно. Где то, что должно здесь быть? Так, был небольшой фейл. Я случайно нажал коленом на Alt и Escape. И в итоге меня вышли на рабочий стол. Ну ладно, хоть игра не закрылась. А только свернулась. Я сейчас посмотрел, оказывается, что рабочий стол даже не был виден. Странно. Видимо, сохранился в отдельном файле. Ну да ладно, нечего вам на него смотреть. Я даже забыл, какая там заставка. Блин. Мне даже стало интересно, что у меня на рабочем столе теперь стоит. Проверю, что ли? Нет, не буду. Я должен быть сильным. Мои силы воли не позволят мне просто взять и развернуться. А, вот это тот самый раненый волк. О, нет! Волк в городе! Он друид. Он тяжело ранен. Давайте его убьём. Хе-хе-хе. Так, чё это? А, стена. Почему такие стены странные? Фигляни здесь делают. Мне лучше было бы оставить сквозные проходы. Это связано с землёй. Да уж. Неван склоняемое имя. Невана. Надеюсь, на тебе важно или Невана. Блин. Вообще. И осколками, которые я храню. Осколки? Да уж. Нужно отправиться в Скаймир. А я, кстати, совсем забыл про этот прикол. Под названием Скаймир. Ну-ка. Окей, мы отправимся сюда, когда сможем определённо. Прощай. Кстати, а если бы я его перерезал горло, то что? Я бы не отправился в Скаймир. Я один раз так сделал. Или два раза. Значит, я не помню, чем-то закончилось. Так, вон Калиб. Вот и Калиб. И мой КЗ. Который я так и не узрел. Ну, может быть, в последний раз попробуем? 17. Да, очень лаконично всё это. Оказывается. Гораздо проще, чем я думал. Привет, Калиб. Ещё раз. Ты арестована меняем городской сторожа. У меня бездомных собак. Когда твои люди пытались забрать деньги Хагена, я был там. Ты только всё усложняешь. Хватит болтать, короче. Нет, ещё рано для паузы. Самое время для паузы. Так, кидаем мы вспышку. Нифига у меня не сделать ни с моим крутым классом защиты. Или сделайте. Ну, не важно, я всех убил. Вспышка очень полезное заклинание, когда вы начинаете битву после диалога. Почему? Потому что вы всегда оказываетесь в центре событий, и имеет смысл взорвать всё вокруг себя нахрен. Да, это определённо бывает хорошая идея. Чё-то, блин, как-то никак мы не вписываемся. Я не знаю, успею ли я выполнить следующее задание за 20 минут. Потому что вот эти занимают слишком мало времени. Вот эти два. Ну, не знаю, посмотрим. В конце концов, как я уже говорил, рано или поздно я прекращу ставить логические точки после каждого выпуска. И буду просто колебать их по 40 минут, и всё на этом. Ах да, ещё забыл посмотреть кое-что. Какой плюс даёт... А, у меня нет обычного доспеха. Ладно, инспектор. Калиб мёртв. Он попытался сунуть мне взятку, нет. Но не пытался. Ну, что поделать. Серьёзный удар. Самое время провести рейд. Рейд. Размах коррупции. Чё это я, собственно, говорил про то, что у нас идеальный мир, а? Про то, что никто не подвержен коррупции, и про отсутствие чиновников. Странно, 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 странно. Ну-ка. Коррумпированная стража. Внезапность. СТАДЛЕНЛИ. Да уж. А вот этих-то за людей не щит. Ну, они и не люди, конечно. Но ты бы всё-таки принимал их во внимание. Они тоже могут говорить. Да, да, да. Арестовывайте своих. Именно. Именно, именно. Ну что же, значит, без страха и упрёка будем стражниками. Это будет эпично. Плюс ещё... Ладно, не буду, не буду, разумеется, говорить. Но закончится всё очень весело. Как, впрочем, и многие другие задания. Ну вот... Ахджел Азурный это мрак. Если я правильно произнём с его имя. Это мрак. Печаль. Надеюсь, что я брошу эту грудь до того, как это не подойду. Потому что почему-то я не смог много раз его победить. Постоянно на нём подыхал. Почему? С чем это связано очень сильно. Да блин, о чём я вообще говорю? Если вы не знаете, кто это такой. И, скорее всего, даже не увидите его. Я про какой-то ахджа, что-то лазурное, что-то вообще. Так, вот здесь надо быть осторожнее. Здесь можно вполне себе напороться на битву. Ооо, мы в осаде. Да, просто проверяем. Так, так. Почему у этого изникнуть проблемы? И что доложить? Какое нафиг взаимопонимание? Твой долг защищать о невиновных. Перед семьёй. Хе. Мне плевать, мне деньги не нужны вообще-то. Я отложу от тебя кормику. Отдай золото кормику. Что? Не понял. А, блин, дошло. Дошло, оказывается. В чём суть? Да, прошёл первый пост. Видимо, этот чувак за деньги Муар делает вид, что ничего не видит. Но, на самом деле, и деньги, и данные докладывают лично к кормику. Ну что же, мы неплохо это дело организовали. Вот здесь вот. Четыре громила с телегой. Почему громила с телегой? Вам помочь? Окей, окей. Хватит со мной играть. Падаль? Ты назвал меня падалью? Ну ты поплатишься, конечно, оботерённо. Да, ну, нет, может тебя атаковать. Но, вообще-то говоря, я абсолютно уверен, что справился бы и сам. Ну, через пару недель, может быть. Так, удар милосердия. Чё, не канает? Нет? Печаль. Ещё разок. Сорвано, да? Плохо. Не надо меня лечить, вы лучше врагов убиваете. Ну, что она мне использовала-то? Исцели... А, творец кольнания. Ясно. Так это был... Так это была... Элони? Надо на него зайти. Юу. Нет, не верю. Так, короче. Супер кислотные брызги. 5. Неплохо. 1 до 3, 1 до 3, 1 до 3, 1 до 3. 1 до 4 плюс 1. Ну здесь... Здесь не пишется это всё дело. Отдыхаем. Баф и штука полезная. Так, я правда не знаю, есть ли у нас всё подходящее для того, чтобы... Ого. Интересно, как работает зелье знания. То, что можешь опознать один предмет, выпив от зелья. Это, знаете, очень странно. Не уверен, что у нас хватит всего для того, чтобы пойти в Скаймир. Непесное зеркало. И всё, ради пяти золотых нужно было вот тут драку такую. Ладно. Всё ясно с вами. Уходим. Та-ля-та-та-ля-та-ля-та-ля-та-та-та-та. Разумеется, всё кладём себе в карман. В карманчик. В карман 16. Было бы прикольно, если было как в каком-нибудь... Данженсовт Дредмар. Где есть энтропия? Палочки. И вообще, вот эти всё-таки проходы, не проходы, бесят. И кроме того, здесь очень неадекватные люди частенько попадаются. Кстати говоря... Тренд Вендал. О боги. Несколько раз на носке от гибели. Заняты реконструкцией? Ладно. Молодцы! Ну, видимо, у него раздвоение личности. А, они тоже вместе с ним. Ну, в принципе, почему бы и не позволить благородным Донам выпить на улице? Вообще, нифига не понятно. А, вон они. Я всё думаю, где же эти громины-то вон они стоят. Ну, ладно. Наш шар атак в них выпадёт. Ава, нежданчик! А чё, это только одного задело? Блин, почти грохнул волшебника, но не до конца. Ничего, сейчас мы всё это изменим. Чё, опять не до конца? Ну, вообще, блин. Везёт тебя, а? Кислотой добил. Должно быть весьма неприятно. Ну да, сделай чё-нибудь, а? Опа-на! В глаз болтом. Чё, неплохой выстрел. Великий доспех мага. Так, давайте посмотрим. Да, плюс четыре. То есть, не имело смысл брать вот этот вот супер доспех мага. Можно было взять обычный доспех вот на первом уровне. И просто с усилением его кастовать вот и всё. Ну ладно, что ж теперь. Так, нет, атаковать мы будем ближайшего ещё, как будем. Мы не просим тебя изменять свои обязанности. Ха. Даже офицеры? Ха-ха-ха. Да. Ну, нет, ну ты посмотрел на себя. Вы могли бы хотя бы одеться по личному, вообще-то. Другими словами, это взятка. Которую я и не взял. О, про канал. У меня ж нет дипломатии. Ладно, пофигу. Да ну, и все на сержанта, это ты хочешь сказать, да? А чем сержанта провинил? Столько тем, что он поверил мне. А вот меня вам уже не победить. Потому что у меня есть, что? Келгар. Лучший из всех оружий. Как по нему не попало два огняных шара, вообще непонятно. Да не надо меня лечить, идиотина. Ой, по мне что, стреляют? Да, стреляют, посмотрите. Причём, издалека так стреляют. Откуда-то оттуда. Лусканцы. Руафин. Руафин! Так. А ты? Да. Не, ну он молодец, конечно. Я не собираюсь с ним припинаться. 19! Нет, просто... Число 19 очень много значит для меня. Ну ладно. По-видимому, всё с ним хорошо, но всё-таки он наш теперь боевый товарищ. В каком-то смысле нехорошо всё-таки было бы на нём бочку катить. Так что лучше мы, конечно, как обычно, отдохнём и сохранимся. А неплохо опыта за них даёт, согласитесь. Очень даже неплохо. Да, вот мы как раз к сроку-таки и закончим. Если я правильно понимаю. Это что, уже другой пост? Фига, они так прям друг с другом стоят-то. Тут уже всего один дом. Ха. Ой, дурак. Ой, дурак. Умри. Вот теперь используем вспышку. Потому что я опять оказался в центре событий. В горячей точке, в буквальном смысле. Ну правда, на меня её температура никак не действует. А вот... Кто-то уже не вернётся домой. Как-то я очень знатно подкосил вообще поголовье нервинтерских стражников. Мама ему в два раза. И теперь меньше стало. Ну так или иначе. Это наша работа. Глина! О боже! Живая глина! Так... И здесь тоже... А, это они, блин, хуже глякнули. Уф! Ну что же. Осторожно, 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 осторожно. Вот. Дамы, дамы, прошу вас. Здесь не из-за чего так горячится. Горячится? Да я ещё даже не разогрелась как следует. Способность контролировать свои заклинания, Карам, это признак дисциплинированности. А вот с этим у тебя всегда были трудности. Здесь нет инструкторов, которые тебя прикроют. Давай, спали всю эту улицу вместе с таверной. И ты никогда не сможешь вернуться в академию. А вы вообразили, что я хочу ещё один год провести в этой тюрьме вместе с такими заносчивыми ведьмами, как вы? Ты права. Твое место здесь, в Доках. Торговать собой за медики. М-м-да. Тонкий тролик. Налейте мне кружку, скоро будет весело. Что я такого сделал? Провалиться мне через девять кругов ада, чтобы заслужить та... О, слава богам. Хоть кто-то пришёл. Сделай что-нибудь, а то эти дамочки скоро начнут швыряться заклятиями у стен моего заведения. Фиг ли, так и будет. Посмотрим. Делай что хочешь, только поскорее. Если они возьмутся за своё, то из гавани воды натаскать не успеют, чтобы всё тут потушить. Хета, тут стража пришла. Дружки твои, Каро. Пришли тебя выручать, чтобы вас в пепел превратить. Мне ничьей помощи не требуется. Фига себе, да. Девчонки лет девятнадцать, наверное, такие силы. Вы нарушите закон. Кара нам угрожала. И мы больше этого терпеть не будем. Да. Если Кара думает, что она лучше нас, то пускай она нам это докажет. Докажет. Только инструкторов из академии тут нет. Некому будет нас остановить. Инструкторов? Да, они меня никогда и не останавливали. Вы сами всё время к ним убегали. Вы, а не я. Ну да, ну да. Всё-всё слышала, что вы про меня говорили. Всё-всё. Всё время у меня за спиной шепчетесь, злорадствуете. А всё потому, что у вас на самое ерундовое заклятие три часа уйдёт. Думаешь поджигать конюшню, когда заклятие творишь лучше? А, Кара? Я практикую самоконтроль, а не показуху. Да. Хета просто аккуратна в своих занятиях. А ты, Кара, представляешь опасность. Ну давайте посмотрим. Мне плевать на Товерна моего дяги. Не давайте, мне просто интересно, на что вы способны. Тут нет обмана. Чё? О, 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 Катят, Катят. Маги, маги. Маги. Утихни. В следующий раз ты нам на улице не попадайся. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Думаю, на сегодня с нас этих вонючих доков достаточно. Офигеть, вы здесь вообще делали. Не, ну вообще-то я немного вступлю. В ступоре. Эти маги свои пополчения. Они обычно тут всё-таки творят хаос. Или нет? Или нет? Эти знатные маги-недоучки просто мне завидуют. Они никак не могут смириться с тем, как там. Она, наверное, к крестьянскому происхождению. Силана Франковская. Они всё своё время проводят за своими фолиантами. Пытаются всю магию по полочкам разложить. А это же пустая трата времени. Магия просто есть. И либо ты её понимаешь, либо нет. Это враждённое. Вот с тобой я согласен. Это подход имени хаоса к магии. Я тоже уразилию. Я в том, что больше меня в академии не увидят. Я её бросила. После того, как конюшню сожгла. Никто кого бросил. Тебе было об этом подумать, прежде чем драку затевать у фляги. Да у вас тропила из такого дерева, которое вмиг загорается. За это, конечно, извините. Извините? Ну, знаешь, я ни извиня не прошу. Ты мне за всё заплатишь, как миленькая. И за погубленный бизнес, и за то, что репутация... Эмоции, пожалуйста. И за то, что я и мои посетители тут страху за свои жизни натерпелись. Что? Я ни на кого из вас работать не буду. О, громила. Громила, вот. Донган, прав. Будешь. Или богами, клянусь. Ты меня таким уж не знаешь, еще ни разу не видела. Я страшен в гневе. Это дело на Бау. То тогда придется признать, что те девчонки были правы. Не хочешь же ты согласиться с тем, что у тебя нет ни самообладания, ни выдержки, ни чувства ответственности, которая есть у них. Да я и сомневаюсь, что тебя обратно в академию пустят. Хочешь, чтобы я тебе помогла? Хорошо. Но предупреждаю, ты со мной не совладаешь. В чем помогла-то? Но если хочешь взять дьявола за рога, отлично. Замечательно. Кара-кара. Очень неравеновешенный характер. Мне нравится. Ну правда, не налицо, конечно. Посмотрим, что это у нас канает так дипломатия вообще? Десять? Ха! Как так? Обмала еще 21. Откуда у меня такой офигенский плюс к дипломатии, позволите спросить. Кислотая с печулями из электричества, дамский угодник, 21 дипломатия, голокча, житель габани, городской стражник, благословение Вауки, нет, не то. Переговорщик плюс два, но это я помню. Серебряная ладонь плюс два. Ну хорошо. Ладно, последний пост. Он не сказал бы, что самый трудный. Мда, мда. Угу, все тихо. Собственно, уже день. Я просто обычно пролистываю диалоги, потому что их знаю, а для вас приходится их держать, и поэтому целую ночь патрулировали, видите, он тоже в сон клонит. Слава тебе, мда. Да, да. Вот такой вот странный человек. Так сказать, пассивный Путина ненавистник. Вот что мы о нем скажем. Говорит, что нужны реформы, но он не будет их начинать, черт побери. Почему он? У вас очень серьезные проблемы, господа. Смогу ли я драться так же, как и старик? Ты, идиот, не понимаешь, у нас четверо, и два из нас окружены чертовым огнем преисподней. Он сожрет вас дотла просто, и ваш пепел будет гнить в самой глубокой яме Тартара. Им будет лакомиться самый ужасный из всех демонов. Одновременно насилуя вашу мать и сестру. Не знаю, у меня просто на больше не хватило фантазии. Так, посмотрим, что у них есть. Нифига нет, они же ограбили кого-то старика. Ну-ка, 200 золотых. Почему у них такие круглые суммы всегда? Черпы, блин, надо заканчивать. Еще ограмилы? Фиг ли вы здесь делаете? Предстоящее дня. Ах, вы скоты. Фига себе у него здоровье 30, что ли? А гражданам и пофигу. Ух ты, кислотный шар. На самом деле, кислотная стрела. Мелфа. Мелфа! Так, вот так вот мы сделаем. Супер стрелу пошли. Тарам, тарам, тарам. Скрытная атака, отличная. Порыв ветра! Уху! Офигли. Я даже какого-то стражника сварить не могу. А вы мне говорите о полезности этого закрывать. Точнее, я сам себе это сказал. Ага! Вот, в чем дело. Ладно, сейчас подойду и подожгу тебя. У меня же горячие руки. Ой, так. Он уклонился, лежа на земле. Это же пьяный мастер, о боже. Кошмар. Ну да, ну, уклонист вообще. Я вкусный. Мишка опять где-то ныкалась всю битву. Вау, болт обморожения. Понятно, что я хоблины шарты не брал. Вау, но неплохо. Может, все продать даже, а не использовать. А, болт один за четыре. Фигня, значит. А здесь что у нас? Махит. Так, так, так. Еще громилы? Да что за фигня здесь творится? Я все понимаю, но... Как здесь люди-то живут? Объясните мне. Вообще-то говоря, нужно было доспех мага использовать. Да, нужно было. Он даже не упал. Хорошо, что меня лечит, в конце концов. Элла у него очень полезна. Хотя у нее офигенные доспехи за 9 тысяч, а на их использую по назначению. Вот так или иначе, мы каким-то образом напугали нашего врага на пару секунд. Этого хватило на то, чтобы было, а мне к ним подобралась и шарахнула молнией меня. Знаешь, это была отличная идея. Но вот 35 единиц урона это вообще мраз. Калитический удар 20... 20, 29. Бросок калитической угрозы 17. Ого. Черт. От, 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 от... Что это, что это, что это, что это, что это, что это, что это. О-о-о, как все запущены-то. Лейтенанта Ро потеряли Ладно, ладно Я совсем забыл о таком маленьком факте, как этот Ну ладно, вон, кстати, броник К нему мы тоже заглянем Но уже поздно, уже пора прекращать серию на сегодня И на какое-то ближайшее время А пока что, кстати, играя за вора Вы действительно должны будете поджечь эту стражу То есть это не просто так Это спровоцировано Тут нужно что-то поджигать В общем, в любом случае, надеюсь, что вам понравилось Мне самому понравилось Что бывает довольно редко В любом случае, всем спасибо за просмотр С вами был Иронимус Всем пока